Первое, о чем мы должны сказать, говоря о самоисследовании, самовопрошании, это то, что это существовало тысячи лет, это традиция поколений. Это существовало тысячи лет. Это традиция. Хорошо. Для некоторых людей, некоторые люди узнали об этом от Рамана Махарши, который получил опыт этого Мадурайя, он задал вопросы о самом себе и получил ответы на них. Представим, что он получил ответы. Это прекрасно. Это традиция. И в этой традиции, традицию панишад, не важно никакое имя, гуру. Гуру не имеет значения, потому что это не дело кого-то одного конкретного. Это непрерывно продолжается, непрерывно передается и доходит до нас. В Кеново-Панишаде есть место, когда ученик спрашивает, кто это сказал, что я есть часть общего я, что вы есть ум большого ума, в конечном итоге безымянное. Кто вам это сказал? Кто вам сказал, что все это есть я? На что учитель ответил. Это все шрума-пурвешен. Это то, как мы услышали. Какое имя было учителя? В конечном итоге это идет подобным образом. Поэтому, если вы спросите, что мы должны делать, то, что мы должны делать, это понять это слово «я». Это очень важно. Потому что давайте посмотрим, кто создает конфликт. Творение не имеет конфликтов. Тело не имеет страха. Если я задам тебе вопрос «Я боюсь смерти?» Конечно, да. Кто-то боится. Тело боится или я боюсь? Тело не боится смерти. Тело не боится старения. Тело не боится посидеть, седины. Тело не боится ничего. Это я боюсь. Кто это «я»? Чтобы узнать это, есть метод обучения. Поэтому и существует, появляется традиция, которая называется «Гуру-шиша-парампара» — традиция передачи знаний. Очень тщательно разработанная. Вопрошение не значит простое повторение «Кто я, кто я?» Если человек начинает просто повторять вопрос, он может найти ответ, как вы думаете? С простым повторением вопроса «Может кто-то найти ответ?» Если вы будете спрашивать «Как зовут отца С вами Джи?», «Как зовут отца С вами Джи?» Вы можете повторять миллионы лет, но ответ не придет. Повторяя вопрос, никто не обнаружит ответ. Так же по-другому посмотрим. Допустим, кто-то повторяет вопрос. Допустим, человек повторяет «Кто я, кто я?» «Кохам, кохам». Другой повторяет «Сохам, сохам». «Я есть то, я есть то». Поэтому существует традиция учения, кто-то помогает вам раскрыть это, откуда появляется Гуру Шикша Парампарам.